Куда как ни на аэродром тянет парней из крылатой пехоты в день ВДВ. Ведь только здесь можно не только встретить друзей-сослуживцев, но и снова подняться в воздух для очередного прыжка с парашютом. Ежегодно в день ВДВ двери Чебоксарского аэроклуба традиционно распахиваются для гостей с друзьями, сослуживцами и даже целыми семьями приходят влюбленные в небо. Когда приходят сюда, мы всегда проезжаем в аэродром, смотрим, как слетают самолеты и чинят их. А потом мы всегда смотрим, как прыгают с парашютом. Вырасту, я стану настоящим десантником, как папа. С 2005 по 2007 год служил в Новороссийске, 7-й гвардейской воздушно-социатной дивизии, в 162-й отдельной разведроте. Аэродром – это, во-первых, природа, самолеты. Надо, мне кажется, детей с малых лет воспитывать, чтобы видели, что такое десантное братство, сила, мужество, отвага. Столько интересного можно увидеть, пожалуй, только в музее. Но разница в том, что здесь все можно потрогать, чему несказанно рады будущие десантники. Праздничный день насыщен, так что каждый может выбрать состязание по душе. Десантники хотят прыгнуть с парашюта, вспомнить те былые годы, когда они молодые выдергивали кольцо основного купола, и этот купол раскрывался над головой. Обязательно состязание. Юноши в беретах должны показать свою удаль и сейчас, и в нынешнее время. Поэтому перетягивание каната в обязательном порядке, подтягивание на перекладине. Ну и какой десантник не должен, каждый должен уметь стрелять. Большой интерес у любителей неба вызывает сверхмалая авиация, представленная дельталетами, дельтапланами и парапланами. Но для десанта гвоздем программы были и остаются показательные прыжки спортсменов-парашютистов. Кстати, нашей съемочной группе в порядке исключения разрешили отснять почти все этапы парашютных прыжков, за исключением наземной подготовки. Загрузка на борт самолета, взлет, набор высоты допредельно малой, 200 метров, десантирование и проход над точкой. Родион Архипов, Сергей Адушкин, Республика.